Те тысячи туристов, которые местом своего отдыха выбрали Сочи, поставили курорту оценку «отлично». Впрочем, как и правительство страны, то, что положительного было много, отмечают и городские власти. Но заметили члены специально созданного межведомственного штаба и массу недоработок. Если дорожники и сотрудники ДПС, учитывая то, что погода в новогодние праздники не баловала, со своими обязанностями справились, то представители бизнеса, напротив, работу с таким наплывом гостей не осилили. На зимних курортах отмечалась нехватка персонала, что приводило к очередям и долгим ожиданиям заказов в ресторанах. Не хватало и техники для уборки снега. Такого больше быть не должно. Кто-то, особенно управляющие компании, так и не поняли о том, что живем мы теперь в другом городе. И к нашему городу особое отношение, более жесткое. И никто не позволит того, чтобы, как было раньше, убрали, не убрали, тротуары оставили нечисленные. Никто не позволит. Это наши минусы, о которых мы должны честно здесь сказать и немедленно предпринять. Все для того, чтобы уже те, кто приехал сегодня, чтобы они чувствовали, что это качественнее, чем за границей. К такому наплыву туристов нужно привыкать, отмечает глава города. Отныне так будет всегда в Сочи курорт круглогодичный. В соответствии с постановлением главы города Сочи осуществлялся мониторинг качества предоставления услуг как в средствах размещения, так и в точках питания во всех ресторанах, соответственно, кафешках и прочих. И в том числе мы мониторили все, что связано с предоставлением так называемых городских сервисов. Это коммунальная, инженерная инфраструктура, работа общественного транспорта и как и железнодорожного, так и городского общественного. Бросало в глаза, собственно говоря, отсутствие предварительной подготовки средств размещения. Я имею в виду сервисы дополнительные, которые предоставляются на территории курорта. Это такие сервисы, как парковка, получение эскипаса, аренда оборудования, трансфер, бронересторан. Ошибки выявлены сейчас, необходимо провести над ними работу. Что же касается городского кластера, то здесь мероприятие посетили более 35 тысяч человек. Ситуацию в центре в период новогодних каникул в Сочинце оценили положительно. Транспорт ходил, свет не выключали, конечно, ЧП никакого не было. Все прекрасно. Зиму встретили прекрасно. Я думаю, не должно быть нареканий у населения. По-моему, все ровно прошло. Я не заметил, во всяком случае, никаких сбоев. Все было хорошо. Все средства размещения в Красной Поляне, а также в Эмеретинке забронированы уже и на февраль. А впереди еще масса международных мероприятий. Организационных вопросов много, поэтому всем ответственным за прием гостей лицам Анатолий Пахомов порекомендовал планировать работу заранее. Инга Габейша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.